В Кировско-Апатитском районе состоялся конкурс грантов администрации Кировского филиала Акционерного общества Апатит. В этом году школьники и студенты готовили свои проекты рабочими группами по трем направлениям. Развитие проектной деятельности, профориентационной деятельности и развитие познавательного интереса обучающихся при изучении химии, физики, информатики и математики. Какие работы вышли в финал? Кому из участников дали возможность реализовать идеи? И зачем одна из конкурсантов принесла в музей, где проходила защита проектов, дозиметр? Расскажет Мария Савохина. В 2019 году Елена Николаева представила на суд жюри конкурса грантов администрации Кировского филиала Акционерного общества Апатит сразу два проекта, что, впрочем, не запрещено условиями конкурса. Ее работы заняли первое и второе места. На полученные средства гранта она приобрела необходимое для дальнейших исследований оборудование. Это вот такой портативный небольшой дозиметр. И с помощью него мы проводили исследования улицы. В общем, мы просили грант на одно, но получилось, что когда работали над этим проектом, уже с этим прибором, то мы выявили совершенно другую проблему и уже работаем тоже в другом направлении. В помещении музейно-выставочного центра, где проходит защита проектов, нормальный радиационный фон. А вот волнение у участников зашкаливает. После отборочного этапа из 13 команд продолжают борьбу за гранты 5. Это седьмая школа города Кировска, ЦДТ Хибины, филиал Магу в городе Апатиты и две команды от филиала Магу в городе Кировске. У каждой 7 минут на выступление. Главным результатом нашего проекта станет создание определенной группы молодежи, самоопределившихся и профессионально ориентированных подростков. Но также в качестве дополнительных результатов у нас идет повышение в общем заинтересованности молодых людей в самоопределении, повышение профессиональной осознанности подростков и их общее желание профессионально определиться. После каждого выступления несколько минут отведено на вопросы от жюри. Их немало. Следует более детальный разбор идеи, представленный каждой командой. Можно вернуть на тот слайд, где вы показываете, что собираетесь приобретать. У него, допустим, не все-то понятно. Есть цель, есть этапность, есть какой-то должен быть результат. Ну, давайте посмотрим, что у вас получится. Каждое выступление, полноту и качество ответов, актуальность, идея и глубину проработки темы жюри оценивает баллами. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество. При этом баллы, которые участники получили во время отборочного этапа, суммировались с теми, которые они заработали в финале. Все ребята молодцы. И в направлении презентации хорошо все выступали. То есть уже не было, никто не читал по бумажке. Действительно все знают свои проекты. Все владеют информацией, полноценно отвечают на вопросы и качественно презентуют свои проекты. На третьем месте команда образовательного учреждения номер 7, школа молодого лидера. Им вручили сертификат на 50 тысяч рублей. Серебро и 100 тысяч в активе команды Перспектива из ЦДТ Хибины. На первом месте, не изменяя традициям, энергетики филиала МАГУ в городе Апатиты. Они получили 150 тысяч рублей на развитие своего проекта. И, конечно, всем участникам вручили памятные подарки от организаторов конкурса.